Да, Вагаршак Рутинян выходит с нами на прямую связь, экс-министр обороны Армении и также главный советник, премьер-министр Армении Николу Пашиняну. Здравствуйте, господин Рутинян, слышите ли вы нас? Здравствуйте, да, слышу вас хорошо. Ну вот сегодня мы в течение нескольких часов обсуждаем тему конфликта, обострения, эскалации, но некоторые наши эксперты, которые выходили, говорили, что это даже не эскалация, это полномасштабная война. Вот можно ли говорить о том, что это действительно полномасштабная война между Арменией и Азербайджаном? Ну да, это можно сказать полномасштабная, с применением всех родов вооруженных сил, сухопутная авиация, применением артиллерии всех калибров, вот, но можно сказать, что это не между Арменией и Азербайджаном, а боевые действия в Нагорном Карабахе. То есть, исключается участие сторон, потому что нередко как раз говорят о том, что то, что происходит в Нагорном Карабахе, непосредственно касается Армении и Азербайджана. Да, давайте мы разделим на несколько частей. Если мы говорим о формате Карабахского конфликта, то это конфликт трехсторонний, где участниками являются Нагорный Карабах, Армения и Азербайджан. Если говорить о ситуации, которая сейчас складывается, и естественно, согласно нашей Конституции, Армения является гарантом безопасности Нагорного Карабаха. Вот в таком ключе это мы все рассматривали. И вы знаете, сегодня в Армении было объявлено военное положение и объявлена частичная мобилизация. Вот ситуация, которая сегодня складывается вот на этот момент. Мы понимаем, что конфликт уходит корнями в историю, но стала ли эта эскалация неожиданностью? Или, может быть, была уже ожидаема? Нет. Я вам скажу, тот, кто следит за этим конфликтом, особенно в последнее время, это для нас была неожиданность. И я даже больше вам скажу, наши войска были готовы, приведены в боевую готовность на Нагорном Карабахе. Они ожидали такого наступления. Но здесь очень важно понять, какое изменение произошло вот за последнее время. Значит, сегодня Турция напрямую участвует в этом конфликте. Я вам больше скажу, что Турция использует Азербайджан, толкая его на войну, для того, чтобы добиться своих геополитических целей вот в этом регионе. А цель Турции в этом регионе следующая. Это, имея сухопутную связь с Нахичеваном, потом разделяет Нахичеван и Азербайджан, это Меглинский район Армении. Вот их задача, это иметь сухопутную связь Нахичевана с Азербайджаном, то есть Турция и Азербайджан, для того, чтобы свою идею, но неосманизма реализовать, вот на этом этапе для них сегодня о Карабахе и Армении является препятствием. И Эрдоган об этом не стесняет, заявляет. То есть отличие сегодняшних событий в том, что Турция, после того, как она, так скажем, превратила собор Святой Софии в мечеть, то на следующий день Эрдоган завидел, что мы начинаем реализацию по созданию Великой Турции. Поэтому это мы все рассматриваем в контексте вот этой вот идеологии неосманизма, вот к чему стремится Эрдоган, и мы видим его политику как в отношении Греции и Кипра, как в отношении Ирака, так же и в отношении Ливии и Сирии. То есть Турция сегодня ведет себя как региональный терминатор, и она практически находится в состоянии войны со всеми своими соседями. Ждет ли Армения какой-то поддержки со стороны России? Мы видим, что премьер-министр Армений Никол Пашинян уже поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Ну, в частности, стало известно также и о том, что он с Макроном поговорил, с президентом Франции. Ждет ли Армения поддержки, какого-то участия со стороны России? Ну, значит, формально все те соглашения, которые у нас подписаны с Россией, они действуют только на территории Армении. То есть Российская военная база, договор о коллективной безопасности, они действуют в случае агрессии против армий. Поэтому мы в этом плане рассчитываем на себя, на то, что Нагорно-Карабахская армия и наша армия. Поэтому мы и объявили мобилизацию. Но что касается, скажем, сегодня международной реакции, то Россия уже среагировала в лице Министерства иностранных дел. Министр иностранных дел имел беседы как с министром иностранных дел Армении, так же и Азербайджана, так же и Турции. Тем самым мы понимаем, что эта ситуация напрямую связана с Турцией. Помимо этого, премьер-министр и беседовал с президентом России Путиным. Ну и, естественно, и со всеми другими международными организациями. Сегодня премьер-министр имел беседу и с президентом Франции Макроном. Поэтому все, что осуществляется в нашей дипломатии, оно, естественно, направлено на то, чтобы довести до международного сообщества, что этот конфликт был начат, опять-таки, в нарушении соглашения о прекращении огня 1994 года Азербайджаном. И так же это соглашение, оно бессрочное и утверждено на сессии Организации по безопасному развитию Европы, ОБСЕ, в 1995 году. Поэтому Азербайджан грубо нарушает. Мало того, они создали дезинформацию. Якобы Армения готовится к нанесению удара. Эрдоган выступал на сессии ООН. Так, сорвался у нас звонок, но мы надеемся, что сейчас мы перезвоним, и связь восстановится, и тогда мы сможем продолжить наш разговор с бывшим министром обороны Армении, сейчас советником премьер-министра Пашиняна Гаршаком Арутяном. Да, будем надеяться, что наша связь с советником премьер-министра Пашиняна скоро восстановится, и мы продолжим разговор, потому что наш звонок был прерван. Да, господин Арутян, слышите ли вы нас? Да, сейчас я слышу. Нас прервали или... Да. Когда вы говорили про Эрдогана как раз и его выступление, в этот момент все прервалось. Да, выступая на сессии ООН, выступил следующим, что Армения готовится к агрессии, то же самое президент Азербайджана, то есть они вели информационную войну, чтобы завести международное сообщество в заблуждение, что якобы Армения готовится напасть, и сегодняшнее вот утреннее их наступление, они это все предварили вот этими заявлениями, чтобы скрыть свою агрессию. Что касается потерь сторон, есть ли у вас цифры о том, к чему привела эскалация конфликта, сколько людей погибло, сколько раненых? Какие последние данные? Я бы не хотел сейчас о цифрах говорить, но счет идет на десятки погибших, с азербайджанской стороны еще больше, но я о цифрах сейчас не хотел говорить, но то, что у нас опубликовано на этот момент, то где-то порядка 20 БПЛА, беспилотных аппаратов сбитых, несколько десятков бронетехники, сотни погибших со стороны личного состава Азербайджана, у нас тоже погибших исчисляются десятками. Это война, а вот эта горячая фаза, как вы рассчитываете, она может быть долгой, или это блицкрик, попытка, скажем так, краткосрочная история? Есть ли какие-то прогнозы по этому поводу? Ну, естественно, у нас прогнозы есть. Мы готовимся к долгосрочной войне. Почему? Потому что я еще раз говорю, что здесь главный игрок – это не Азербайджан, а Турция, и она преследует свои геополитические цели. Поэтому продолжительность войны будет зависеть от многих факторов. Вот, скажем, как будут идти боевые действия, дальше реакции международного сообщества. А Азербайджану это будет использовать для своих вот игр, как на Средиземном море, вот в этом регионе. Также вот он будет это использовать для того, чтобы укрепиться вот на международной арене. Вот, и в частности, именно вот здесь, в регионе, развязав войну, он получает действия для маневров, для своих переговоров на других направлениях. Ну что ж, мы благодарим вас, что вы нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Спасибо вам большое. Вам спасибо. До свидания. Да, благодарю.